ребят всем привет у нас уже вечер на улице темно но и только освободился и сейчас поеду выгуливать свою красавицу жену и котелинку вообще сегодня в америке сочельник день перед рождеством ночь вечер christmas и в короче в общем и все везде вокруг закрыто поэтому просто будем шариться по улице ходить же надо приехали в торговый центр downtown summer длин и оказывается сегодня магазины работают до 6 но не оказывается мы как бы знали это а завтра вообще не работают а вообще мы думали таки вспомнили сегодня же сочельник поехали посмотрим на парад рождественский здесь где он проходит оказывается он два дня назад кончился а до этого они там каждый день ходили здесь искусственный снег там санта клаус конфетки раздавал вот мы два года подряд ходили сейчас что-то как-то провтыкали этот момент потому что сегодня его нет ну да сегодня рождество и нет парада вообще именно сегодня американцы забирают семью и отмечают рождество а на следующий день 25 числа как раз christmas day и все открывают подарки информация такая здесь конечно же играет рождественская музыка я кстати думал вообще не будет на улицах людей ну достаточно как и обычным в общем люди ходят до чем пойдем туда на елку посмотрим катя кукушка мы не успели выйти из машины она сказал что она под замерзла мы идем греться гепкидс даже гэп бэйби почему это не кица бэйби а вон там кица понятно все я понял не дурак сразу все понятно смотрите у парня какая собака милая что ты смотришь на меня кожаный мешок такая смешная это как наш фильтр в снапчате а вот это смотрите какая большая юлища здесь это мы пришли на каток такая смешная в этом пальто рок-ринг смотрите что катя с него ребят сейчас очень тайная съемка я там нашел эту собачку вон он сидит бедный песик совсем скучно это пусть и меня эти гулять не хочу сикать на травку а ним тебе на коленке отпусти меня пожалуйста хозяин отпусти я тоже хочу кататься на горьках успокойся успокойся не плачь давай все будет хорошо я тебя согрею я хочу как пожалуйста на травку меня отпусти мы решили создать себе новогоднее рождественское настроение заехали просто в какое-то случайное комьюнити и смотрим тут на дома как они украшены красиво у них санта такой немножко упал подпил немножко пьяный санта такие дома тут еще классные хорошие прикольно здесь прям много таких украшенных домов где-то наверное каждый третий украшен есть он мы есть об этом а н с Интересно, они сами украшают или вызывают кого-то? Мы уже домой вернулись. Сейчас будем ужинать. Я готовила сегодня в обед. Готовила сегодня на обед вот такую вот еду. Это куриное филе с макаронами в карри. В общем, в кокосовом молоке и в приправа карри. Вот сейчас разогрею, будем кушать. Вот я использовала кокосовое молоко и карри для этого блюда. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте сделать такой рецепт. И часто спрашивают в комментариях, где взять кокосовое молоко. Ну, если нет, то можно, конечно, заменить его сливками. Вот. Всем приятного аппетита! Ребят, этот карри-ужин надо обязательно отполировать с чем-то, Слава. У нас просто склад вафли Эггас из Stranger Things. Очень странные дела. Да, вот так выглядит наша магазинка. Я не знаю, зачем Катя это купила, куда они пригодятся. Может, он говорит, вообще не знает, как мы будем использовать. В смысле? Самое время сейчас это сделать. Правильно? Так, ам, ам, ам. И вот я хочу доесть мороженое, которое уже стоит тут давным-давно. Там немножко. Это уже готовые вафли, их не надо варить. Там ничего с ним не делать. Варить. Мы просто их запихиваем в тостер. Так вот вниз опускаем, ставим вот так. И еще я же муф розу. Я не знаю, надо это делать или нет. На всяких случаях делаем. И все, и вот они превращаются вот из таких. Сейчас покажу, в какие. Так как уже поздно, заварим вот такой вот чай без кофеина. Я, кстати, пью обычный чай с кофеином, но только днем. А вот вечером мы всегда стараемся пить без кофеина, чтобы потом нормально уснуть. Да? Чай без кофеина, потому что поздно. Но 100 грамм сахара на ночь нормально заточить. Очень интересно. Сейчас будет информация, как пользоваться ложкой. Надо чуть-чуть надавить. Я кажется, я их плохо разогреваю. Возможно, такая ситуация. У меня вообще какие-то не сильно. Ну, они не очень хорошо. Что-то подостыли, да? Да. Не верно. Думаю, я положу мороженое, а оно такое хоп-растает. Сразу, просто, моментально. Ну да. Такую вот вкусняшку будем есть на ночь глядя. Вот, кстати, немножечко они поджарились получше. И сейчас еще сверху малиновым вареньем. Или уже с малиновым вареньем перебор. Как вы думаете? Ну, делаю чуть-чуть. А ты будешь? Да. Сколько денег нужно? Мы тут начали смотреть сериал «Домашний арест». И просто вот эта песня длится полторы там или две минуты. И это приходится вставать с дивана и перематывать. Вставать с дивана, когда ты только что съел три вафельки, это очень тяжко, я вам скажу. Вообще... А? Очень тяжкий. Очень тяжко, я вам скажу. Какая-то глухая, но не обращайте внимания. Так вот, сериал на самом деле так себе. Мы уже посмотрели... Сколько там серий? Четыре, наверное. И до сих пор он нас как-то не сильно цепанул. Но мы дальше смотрим. Да, но нам сказали, что там вроде под конец разгонится. Мы такие, ну ладно, будем дальше смотреть. Еще серии идут по часу пятнадцать. Мы первую серию посмотрели. И Катя говорит, какой-то странный фильм. Какой-то непонятный. Как-то он очень странно закончился. Я говорю, так это сериал. Она говорит, что? Полтора часа сериал идет. Это просто жесть какая-то. Час пятнадцатая серия. Смотрите прикол. Я на Рождество выиграл машину. Вот такой вот джип. И мне даже уже ключи отправили. Вот это не шутки, смотрите. Выигрышный номер. Сорок семьсот пятьдесят четыре. И вот сорок семьсот пятьдесят четыре. Я выиграл машину. Сучу, конечно же, это на самом деле развод. Разводский. Выигрывают вообще все, кому приходит эта газета. Ну, то есть абсолютно все. И там шансы выиграть, допустим, вот десять тысяч долларов. Там один к пятиста тысячам или что-то типа того. Но все выигрывают пять долларов, то есть стопроцентный шанс. Там где-то шансы написаны были в самом низу. Какой-то приз выиграть. Вот. Шансы выиграть пять долларов один к одному. То есть с этим рекламным листом можно приехать в дилер-центр, в автомобильный салон. И тебе дадут пять долларов. То есть, по сути, грубо говоря, они платят пять долларов за то, чтобы ты пришел. И я не представляю просто, как они-то начинают накидываться. Сразу окучивать, там разводить. Давай, купи машину. Сейчас смотри, конец года. Там туда-сюда. Кстати, да, конец года. Машины же, по идее, дешевеют. Потому что через, ну, в 2019-м, как бы, да, уже будет другая модель. И по сути, по сути, машина просто постарела на год. Хотя там прошла неделя, грубо говоря. И, ну, вот сейчас вот так вот все дилер-центры борются за покупателей. Раздают по пять баксов. И ключ. Да, и ключ. Зачем он мне? Ну, это специально, как бы, что ты такой пощупал. Думаешь, вау, ключ от машины. Ничего себе. Поеду, заберу ее. Приезжаешь, а на самом деле ты там кукиш выиграл с маслом. Будем уже на сегодня заканчивать влог. Вот так вот мы по-пенсионерски Рождество встретили. Ну да. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...